И мы нажимаем здесь. Привет! Ребят, привет! Привет! Сегодня у нас такое будет занятие экспромт. Но вы оставайтесь, пожалуйста, потому что, с одной стороны, это не танцули, конечно, сегодня же будут, да, глядь на меня. Но у нас будет с вами практика телесная в любом случае. И почему так сегодня сложилось? Потому что был запрос. Запрос был не один. Их у меня на протяжении короткого времени было несколько таких запросов. Я решила уделить этому внимание. Потому что, если делать сейчас, то делать сейчас. Если не делать, то вообще не делать никогда. Актуальность уйдет. Я не вернусь к этой теме. И давайте так. Если вам интересна эта тема, вы остаетесь неинтересна, то, пожалуйста, меня прошу простить, что сегодня мы не занимаемся суставчиками, руками и танцулими. Но мы сегодня поговорим об очень важной теме, о еде. Не хочу я говорить о расстройстве пищевого поведения, но, скажем так, и это актуально сейчас. И очень многие люди пытаются понять, как им наладить свои взаимоотношения с едой. И что бы это значило. И когда, например, есть излишняя тяга к этому, либо наоборот. То есть люди, например, не могут себе выстроить какой-то график приема пищи и так далее. Вот как вам эта тема? Я понимаю, что я спонтанно решила это сделать и не предупредила. Но с Эля Ви такое тоже бывает. Я подумала, что если я буду записывать отдельные видео, высылать их на канал, то, опять же, это затратится много ресурсов времени. А, как вы понимаете, для меня это болезненно. Мне хочется сделать качественно и хочется сделать своевременно. Мы попытаемся в нашем занятии сегодня рассказать и услышать о том, откуда берется то или иное расстройство. Как вообще строятся наши взаимоотношения с едой. Как можно наладить их. И что делать человеку, который живет с близким, который вдруг невольно страдает тем или иным расстройством пищевого поведения. Вот это задача максимума. То есть у нас с вами будет не только теория, у нас с вами будет практика. И мы посмотрим на свои отношения с едой и посмотрим вглубь себя. Чтобы честно признаться, актуальна эта тема для нас или не актуальна. Подайте мне знак, кто у меня остается сегодня здесь. И не слишком ли тихо у меня птички звучат. Я тоже получила отзыв такой, что у меня громкая музыка. И от этого даже меня не совсем слышно. Хорошо, значит продолжаем. Итак, для начала мы, наверное, себя немножко успокоим. Все равно представим себя нейтральными. То есть, чтобы вся информация, которая сейчас пойдет, она зашла логично. Зашла куда нужно, в нужный канал. И потом легко распаковалась и была воспринята адекватно. То есть, опять же, мы выстраиваем ось у себя в теле, центрируемся, представляем, что из крестца у нас выходит луч, который соединяет нас с землей. И наши корни цепляют и очень сильно дают поддержку. И из макушки, из коронной чакры вверх у нас идет из центра, вверх связь с небесами. Это важно, потому что центрированный человек, нейтральный человек, он всегда в большем адеквате и осознанности находится, чем человек, который был в раздрайве или же в каких-то эмоциях. Итак, животрепещущая тема. Ну, согласитесь, что это одна из самых важных тем вообще в жизни человека, как таковая. Каждый день мы сталкиваемся с продуктами, сталкиваемся с едой. Мы себя насыщаем. И у каждого из нас процесс насыщения происходит по разным механизмам. И у каждого из нас стоит разная цель при поглощении пищи. Разная цель. Не просто выжить, да, не просто себя напитать, но, может быть, насладиться едой. Может быть, закрыть какие-то моменты тревоги. Об этом мы будем сейчас говорить более подробно. И говоря о процессе поглощения еды, мы невольно или вольно отправляемся регрессией в момент зачатия. То есть мы уходим в эмбриональный период, потому что вот когда появляется первичная пищевая трубка у младенца, когда он становится связанным со своей матерью, и мама его кормит. Это первый момент, когда он получает питательные вещества. Вот момент вот такой, да. То есть мы сейчас смотрим не на то, как кто-то уплетает в булочки, пирожные, любит там курочку под соусом или веган, а мы идем в эмбрион, мы идем туда далеко и смотрим, а что же здесь произошло, почему люди такие разные, почему у одного происходит такой процесс пищеварения, у другого другой процесс пищеварения. То есть нам нужно попасть в само святая святых, в процесс, когда клеточка соединилась с клеточкой и появились вы. Уже тогда закладываются первичные механизмы в вас. И как остеопат, как биодинамист, я могу работать в регрессии с именно тем первоначальным живым светом, который обладает сильнейшим потенциалом. То есть там находится в моменте вашего зачатия, находится максимальная ваша жизненная сила или витальность. Когда мы обращаемся в регрессии к вашему моменту зачатия, мы обращаемся к этой жизненной силе. Это вот для своих коллег я говорю, может быть, как повтор, или же здесь тоже они услышат какие-то механизмы, как, собственно, я по опыту работы, к чему прибегаю, и что дает свои результаты, и какие. И вот, мы попали в утробу матери, мы увидели вот эту вот клеточку, сияющую светом. Здесь есть ваша жизненная сила, ваш ресурс, ваша витальность. Согласитесь, что каждый из вас индивидуален, хотя набор хромосон один, да? Каждый индивидуален, гены разные. И, мои дорогие, разные ваши родители, разные программы у родителей. Здесь уже включается психология. Мы неразрывно с вами рассматриваем и физиологию, и психоэмоциональную сторону. Вы оказались в утробе у мамы. У вас произошло зачатие. Вы там, вы уже есть. А в каком состоянии находится мама? В каком? Она спокойна, она расслаблена, либо она тревожна. Ожидаемая это беременность, планируемая это беременность, или же это случайность? От любимого человека в результате несчастного случая, насилия и так далее. Посмотрите, сколько факторов. Многофакторная система, многоуровневая система. Казалось бы, да? У всех все одинаково, но у всех все разное. Условия, когда ребенок был зачат, в каких состояниях он был зачат, в каком состоянии была мама, в каком состоянии был отец, и какой, собственно говоря, посыл дали люди, да, зачинает того или иного ребенка. Все это формирует витальность. И сюда, конечно же, дальше мы не лезем, в господний промысел, да, здесь есть то, что, собственно говоря, дается нам высшими силами, природой, Богом, как хотите, назовите, но это существует. Это моя личная точка зрения и моя концепция, потому что работая в таких моментах регрессии, непосредственно это чувствуется, видно и это знаете. Так вот, у каждого свои условия, у каждого свои родители. Состояние половых органов родителей разное. Информация, которую несут они, тоже разная. Мы живем в такое время, когда уже понимаем, что травма формируется на информационном уровне. То есть сначала была искажена информация, как вибрация, и затем уже формируется травма на физическом уровне. Состояние внутренних органов. Какая была утроба? Какая была матка? Что там было? Вам было там хорошо, комфортно? Или же маме было тревожно? Вот теперь, дорогие мои, у каждого из вас личная история ваша. И с личной историей мы работаем на конкретном сеансе, на конкретных встречах. Но давайте-ка мы посмотрим, а что же общее? Общее для всех жителей нашего континента, нашей страны, является история. Да? Далеко ходить не надо. Если мы посмотрим в архетипы, то поймем, что наша страна многострадальная, та, которая многое претерпевала войн, та, которая претерпевала разлуку, разруху, смерти и голод, и голод, стояла на грани выживания. Вспомним даже вот блокадный Ленинград. Да и не только его. Что в информационном коде записано? Конечно же, это страх. Страх смерти. Страх не выжить. Страх потерять тело. Вы со мной согласны? И коллеги, я думаю, тоже со мной согласны, потому что это, несомненно, никуда не девается. Архетип страха смерти есть, и записан он на лимбической системе, а это глубинная система. Глубинная система – это то, что называли древним мозгом, рептилоидным мозгом, который находится там, где и четвертый желудочек главного мозга, и в стволе. То есть эти моменты, они достаточно жесткие, они прорабатываются глубоко, и, в общем-то, именно вот этот вот древний мозг дает нам возможность выживать, потому что здесь заложены инстинкты. И вот представьте, на таком инстинкте лежит страх, как будто бы вот такие особенности программы. Страх выживания. Я понимаю, что здесь собрались люди разных поколений. Смотрите, меня будут разные поколения, и молодежь, и более взрослые. Но у нас все равно общее прошлое. Вибрируем мы примерно вот на одном уровне. Мы понимаем, что наша страна пережила, да и вообще мир, что он пережил. Согласны со мной? Итак, и вот она, наша первичная трубочка, первичная пищевая трубочка, та, которая связывает эмбрион и связывает маму. И уже мама является источником наслаждения, источником питания. И, соответственно, ту информацию, которую проживает мама, ту информацию, которую она перерабатывает из внешнего мира, поступает непосредственно с пищей, с питательными веществами к малышу. Мама и ребенок – это одно целое. Понимаете, да? То есть в каком настроении, в каком состоянии находится мама, в таком состоянии находится и эмбрион. И наша мама является как бы таким агентом, первым самым агентом из внешнего мира. Но ребенок пока не осознает, что это внешний мир. Он воспринимает это как самое себя. Заметьте на секундочку. И 9 месяцев, либо там 7 месяцев, там кто сколько носился, вы чувствуете маму как себя. Почему? Вот говорят, что независимо от того, где находится родитель, находится мама, она будет чувствовать своего ребенка. Да потому что 9 месяцев – одно целое. Это единый организм, практически это одно целое. И пищевая трубочка, которая связывает мать и дитя, это очень сильный конструкт. Это не только момент питания, не только момент выживания, но и момент получения информации от внешнего мира. Помимо других, соответственно, информационных сигналов, таких как просто тревожность или спокойствие мамы, от просмотра литературы, фильмов, от каких-то цветов, которые она нюхает, от общения со своей парой, а есть ли эта пара вообще, да? То есть конструкт таков. Мама – это ребенок, мама – это эмбрион, и в то же время это и носитель информации о внешнем мире. И понимаете, мои дорогие, что вот в тот момент, когда произошло зачатие, уже сложился ваш паттерн потребления информации. Ваш паттерн потребления информации в виде пищи. Ну и не только пищи, но мы сегодня говорим именно о пищевом поведении. Вы скажете, ну чё ж, ничего тогда не попишешь. И сделать ничего нельзя. Нет, можно сделать. И эта коррекция происходит именно на биодинамических сеансах. И она может проходить и дистантно тоже. Дальше. Как вы знаете, вся жизнь у нас пульсирует. Посмотрите на себя. Сердечко у нас бьется. Качается кровь. Есть вдох и выдох. Ткани также дышат. Есть прилив и отлив. Так как мы лунные существа, у нас очень много воды, и мы тоже влияем, мы, вернее, чувствуем приливы и отливы. Это вдох и выдох. Вдох и выдох. В какой-то момент, либо вдоха, либо выдоха, рождается ребенок. Мы называем это флексия или экстензия. Не путать здесь, да, с латыни, английский, да, то есть по латыни флексия это будет расширение. Расширение. Если это был вдох или флексия, то ребенок рождается с крупной костью, с крупной структурой. Но это мы не берем здесь уже моменты генетического строения и так далее, информации генов. А это человек, рожденный на вдохе. Вот он такой, любящий жизнь. Он гурман. Он получает информацию в полном объеме. Но очень хорошо развита сенсорика. Сенсорика ощущений. Вдох. Вдох системы. Если же происходил выдох системы, и это была экстензия, то ребенок другой совсем. Да, это узкий такой, да, как говорят. Есть такие трактовки у нас тоже в психологии. Мы не будем сейчас туда лезть. Вот такой астеник. И между ними еще куча-куча всяких вот сборных, сборных абсолютно типов. Вот два крайних, флексионный и экстензионный. Либо вдох системы, либо выдох системы. Понимаете, о чем идет речь. Здесь уже есть паттерн. Как человек живет. Как он воспринимает себя. И как он воспринимает окружающий мир. И опять же, все это было связано с мамой. Теперь уже он родился. И мама – это связующее звено. Это первый засланец информации о этом мире. Усвоилось, да? Усвоилась информация. Ребенок получает уже в виде еды наслаждение. Он чувствует маму носом. Он чувствует запах. И вычленяет ее по запаху. Это тот же лимбический мозг работает. Ребенок. В какой он оказался среде? Это среда какая? Дружелюбная? Или угнетающая? Его здесь ждали. Или же не совсем ждали. Не были готовы к его приходу. Безопасен или небезопасен мир? Я хочу, чтобы вы сейчас это усвоили. Безопасен или небезопасен мир? Этот посыл дает мама в момент уже зачатия своему ребенку, эмбриончику, пока еще эмбриончику маленькому. Безопасно ли мне здесь? И вот то, как она жила, с тем образом мысли, с которым она пришла, с тем образом мысли, с которым она зачала ребенка, вот то самое получил он. И говорят, да, ну это родовая программа, это вот сглаз какой-то, родовые кармические вещи. Называть можно по-разному. Это информационное, вибрационное поражение. Все мы звучим. Я уже говорила, да, вам, и про кристаллы, и про то, что каждый из нас выстраивает свою структуру. И очень многое, что на это тело влияет. В том числе и архетипические программы страха смерти. Как правило, человек, который не наладил свои отношения с едой, носит в себе внутренний конфликт. Объясню, как это работает. Ребенок видит, что мир небезопасен, а повлиять на это он не может. Никаким образом не может. Он еще не разговаривает. Но его система, его структура устроена так, что он может корректировать себя. Себя. Итак, система получила информацию, что мир небезопасен, есть угроза. Я сделать это ничего не могу. Я не могу поменять ситуацию. Я не могу сделать так, чтобы мои родители не разводились. Я не могу сделать так, чтобы на меня не кричала бабушка. Я маленький человечек. Я еще не понимаю, кто я в этой структуре вообще. Но у меня есть мое тело. То есть это душа. Душа так, если она может рассуждать. То есть мы берем здесь и сознание тоже. Она начинает управлять. То есть мозг начинает управлять. И управлять, как правило, физиологическими процессами в теле. Ну а чем же еще? Физиологические аспекты, самые важные, это дыхание и поглощение пищи. Поглощение и, соответственно, освобождение от пищи. И здесь развиваются два сценария. Дальше уже зрение. То есть мы берем вот сейчас самые важные. То есть без чего человек не может жить. Без дыхания и без еды. Итак, ну понимаете, да, как формируется травма. Я не могу поменять ситуацию, но я могу что-то сделать в себе. И переключить свое внимание на себя. И происходит процесс. Либо это астма в итоге. Проблемы с легкими. Бронхиальная вещь. Либо это ЖКТ. И, соответственно, все остальное, которое наслаивается на обменные процессы. И так далее, и тому подобное. Все притягивает к себе по цепочке. Потому что как только начинается разбалансировка, дальнейшее тело пытается скорректировать. Коррекционный механизм действует какое-то определенное время, покуда ресурс терпит. Ресурс дается нам ограниченным. И как мы им распоряжаемся, это уже от нас зависит. По мере того, как у нас есть ресурс, мы можем сопротивляться той или иной задаче мозга. А какая здесь задача стоит? Здесь стоит программа саморазрушиться. Я не могу поменять ситуацию. Что я должен? Ликвидироваться. Самоликвидироваться. Да, мои дорогие. Вот такая глобальная стоит цель. Ему некомфортно здесь. Он оказался в ситуации стресса. Что он может делать? Он уйти не может. Он начинает кричать. Он начинает биться головой. На него не реагирует. И появляются вот разного рода моменты, которые на физиологическом уровне система считывает как угроза жизненно важных процессов. Дыхание, пищеварение. Скажите мне, пожалуйста, сейчас я говорю доступным языком, либо мне больше примеров приводить. Я хочу обратную связь от вас услышать. Потому что, ну, все это немножко похоже на лекции, но я должна это сказать. Я должна это донести до вас, чтобы вы понимали, как формируется травма и как из нее можно выходить. Итак. Ну, к примерам, да? Вернемся к примерам. Когда более старшее поколение меня услышит сейчас, была война. Поствоенное детство у кого-то было, у родителей. Возможно, даже вы сейчас еще здесь и смотрите это видео и понимали, что еды было недостаточно. И любовь, и забота проявлялась лишь в том, чтобы достаточно накормить. Согласитесь со мной. Накормить. Забота в том, чтобы дать еду, чтобы ребенок выжил. Очень много было смертей и детских смертей в том числе. Поколение выросло на том, чтобы просто выжить. И бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки часто перекармливали своих внуков. Детям не так достается, как внукам. Через поколение все это можно наблюдать. Такой парадокс. Это аксиопа. Так оно и есть. Да, перекармливали. А детям это было не нужно. Они уже жили не в состоянии отсутствия витальности. Они жили в состоянии, когда было все. И была некая стабильность. Но система так развивается. Есть всплески, есть спады. Есть плата. Так вот. Вот была плата. Было все хорошо. Была стабильность. Но система не может долго держаться на стабильности. Поймите меня, пожалуйста. Все развивается. Все движется через кризис. И так. Вот поколение, которое жило на том, что его закармливали. Давали свою любовь именно кормежками. Понимаете? А потребность у поколения, у другого, была совершенно в другом. Совершенно в другом. Это, может быть, была тактильная какая-то привязка. Обнять. Подержать у сердца. Дать ощущение телесности. Говорить словами, да, что я тебя люблю. Вот скажите, пожалуйста, кому из моей аудитории сегодня достаточно обнимашек? Достаточно тактильного контакта? Я думаю, что очень малого количества людей. И это не связано с самоизоляцией. Это связано с тем, что у людей достаточно сильно раздвинуты границы. Тактильного, тактильного не передавали, не давали, не учили выражать любовь через телесность. И более того, телесность была под таким вот табу, под запретом. То есть то, что касалось выражения чувства, это было стыдно. Проявление чувства, это было стыдно телесного. Говорить о сексе, это было стыдно. Его в Советском Союзе вообще не было. Это было табу. И телесность была под запретом. Кому из моей аудитории хватает обнимашек? Лес рук. Лес рук. Никого. Абсолютно никого. Итак, мы с вами плавненько от информации о мире, которую человек получает с помощью еды, переходим к языкам любви. Потому что отношение с едой, мои дорогие, это отношение с миром. Вы уже заметили, да, эту тождественную равность. И это отношение с самим собой. Отношение с самим собой. Любовь к себе, так она выражается. Понимаете? Итак, если ребенок усвоил внутренний конфликт, в котором находилась мама в процессе беременности, либо же он попадает в ситуацию, когда в семье есть нервозная обстановка, а она бывает очень часто, и он не знает, как вообще проиграть это состояние, как от него избавиться, как сделать так, чтобы мой конфликт был исчерпан. Он еще не понимает, как владеть конфликтом. И он не понимает, как владеть собой. И он не знает, что вообще в нем есть этот конфликт. И люди очень долгое время не знают, что в них есть конфликт. Им просто плохо. Они годами ходят к психотерапевту, они годами ходят к аналитику, если ходят, либо же вообще просто ничего не делают, но программа саморазрушения срабатывается. То есть они начинают уходить в еду, получать удовольствие там, в алкоголь, получать удовольствие там, в беспорядочные связи, получать удовольствие там, любовь-любовь-любовь насыщает почему так происходит потому что маленький ребенок не понимать что в нем есть конфликт он не знает как реагировать он начинает давать сигналы мозгу и получается проблема то есть либо это запоры либо диареи либо не переваривание либо еще что-то либо это астма нехватка любви там все все родители ссорились непонятно как из этого выйти но любой конфликт для того чтобы быть решенным начинает себя проигрывать снова и снова снова и снова в надежде что когда-нибудь произойдет какая-нибудь зацепочка и этот камушек из шестеренок выпалит то есть в надежде что ситуация переиграется переиграет себя перестроиться и всякий раз не перестраивается всякий раз это тоже про кростову ложа и всякий раз человек попадает в то же состояние например он идет к холодильнику начинает есть пока не кончится еда кончается еда он идет за новой порцией еды он не чувствует насыщение совершенно не чувствует вкус не чувствует где остановиться и почему с ним это происходит а потому что внутри есть конфликт и так первая наша задача признать что есть конфликт конфликт есть иначе я бы так себя не вел зрелость человека отображается в том что он может аккумулировать в себя ассимилировать этот конфликт разрешить ему быть в себе принять его принять то что он есть это зрелость но до этой стадии нужно еще доползти понять что что то наверное я не так делаю и люди когда увидят что например у них лишний вес либо наоборот недостаток веса что здесь что то не то и так еще раз отношение следует отношение с самим собой и это информация о мире это отношение с миром и возможно там есть глубинный конфликт который в принципе наш пока не наше поколение а в нашей стране есть на олимпической системе и это страх смерти страх смерти в любых проявлениях и страх старости страх потери человека близкого да и страх быть отвергнутым вот об этом я сейчас еще подробнее расскажу кроме того что человек не понимать что в нем есть конфликт как страх смерти страх ухода потому что с этой страшной темой не принято говорить о ней и не принято знакомиться слишком много страна настрадалась понимаете настрадалась эта боль она никуда не уходит даже земля помнит все что случилось с ней что говорить о теле каждая каждая ткань каждая фасция каждый внутренний орган содержит информацию о том кто вы есть вы себя творите каждый день так вот это никуда не исчезло этот конфликт внутри как неразряженный потенциал то есть он там блуждает и каждый раз проигрывается каждый раз желание в том чтобы реализоваться и наконец-то перекрыться сделать переиграть сценарий выкинуться из этого колеса выйти из этого колеса понимаете то же самое и с алкоголем и с со связями беспорядочными любые вот эти вот привычки телесного характера как проявление конфликта внутри опять же это вопрос о любви вот маленький ребенок он родился у мамы которую воспитывала другая мама то есть бабушка бабушка перекармливала бабушка хотела чтобы прям вот насытить накормить в достой это было ее любовь она не виновата это ее любовь это ее язык ее дочь стала страняться отстраняться уходить мне не нужно это я не хочу такого дай мне иначе да не получается иначе договориться никак невозможно и она замораживает себя она себя замораживает может быть масса факторов я просто привожу абстрактный пример она себя замораживает превращается в такую вот снежную королеву однажды такое случилось что ее отвергли ее отвергли ее стремление быть услышанным стремление чтобы обняли чтобы погладили по голове этого не было ее отвергли она стала заморозки она себя закрыла и превратилась в нарциссом ах если вы меня не хотите принимать то я тоже вас не буду принимать а чтобы мне себя защитить я буду вас критиковать всех и тогда вы ко мне не подойдете но это крик о помощи и не очень мало нарциссического склада личности об этом понимают они уже забывают о чей-то сценарий может быть это вообще не твой был сценарий может быть это не ты снежная королева может быть это твоя мама снежная королева но и она не виновата и у такой снежной королевы рождается кай вот и все вот рождается ребеночек который стремится что-то получить какую-то какую-то информацию сенсорную получить что-то эмоцию получить тактилку получить а мать не реагирует мать там под колпаком она заморожена и ребенок отвергнут ребенок отвергнут что ему остается делать ребят он никак не может угадать каким ему надо быть соответствовать чтобы угодить к снежной королеве она не она вне доступа она не реагирует она под колпаком а у него уже там есть внутренний конфликт тот который влияет и на пищеварительную систему и на дыхательную систему да соответственно и эндокринка подтягивается нервная система а если мы сюда добавим еще и механическое повреждение в момент родов с пуповиной связанное и с шейными позвонками то здесь уже и механика добавляется это вот своим моим коллегам я говорю да какой механизм куда рулить вот она травма отвергнутого ребенок отвергнут он не понимает каким ему надо быть и у него тогда появляется куча масок куча масок он не понимает он деперсонализирован он не знает кто он ему вообще с собой то познакомиться бы хоть как то да причем тут вообще еда какая то чтобы на себя бы напихать чтобы хоть как-то выживать это вопрос не о том даже что мне нравится он не знает что ему нравится он вообще о себе ничего не знает он хочет узнать что же нравится ей его королеве снежной а каким ему надо быть учиться на отлично быть тихим не шалить а да она меньше грустит когда я тихий я не шалю я не приношу горя и он становится тенью и его эта королева съела опять о еде она его съела это уже другая травма представьте что наслоилась еще та травма страх смерти страх умереть голодной смертью да в войну архетипический страх который да он там лежит вот все пластами представляете вот 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 логика моя понятна итак у него куча масок он старается быть таким как как бы вот хоть что-то заполучить хоть какую-то информацию о мире потому что мать это мир это контакт с миром а она не может дать она сама заморозки что тогда делать этому ребенку адекватно вот что ему делать он может стать таким же нарциссом и как правило это и происходит у него другого нет примера он становится вот таким снежным королем с короной на башке простите опять это корона везде уже вот он корона задевает потолок у него не выстраивается отношения с женщинами потому что либо он их критикует опять же по сценарию матери либо он пытается каждой угодить как своей матери науке а внутри то у него как раз вот это вот отвержение то есть это перевернутый нарцисс перевернутый нарцисс он там внутри холодне но он делает как бы все что вот себя что же Ты вот, да, да я знал, ты такая, ты такая. И идёт проекция мамы. О еде мы говорим с вами, о любви мы говорим с вами. Понимаете, о чём речь? Это травма покинутого, травма отвергнутого ребёнка. Либо он начинает избирать другой сценарий. Это очень редко бывает. Это нужно от противного идти, нужно иметь силу духа. И здесь я уже вам говорю, да, что да, в какой-то момент мы понимаем, что мы не совсем тело, что мы ещё и дух, что мы можем себя строить, что вся эта галиматья в виде травмы нас создала, дала нам опору. И посмотрите со стороны, что этот корсет, он вам был нужен в тот момент, когда вы выживали в этой ситуации. Вы не понимали, что творится. Почему так? Разве я какой-то не такой? Что во мне не так? Ребёнок всегда будет винить и искать вину в себе. А человек, который винит себя, а он не понимает, почему он маленький, почему они ссорятся, почему она молчит, почему она меня не берёт на ручки. У неё своя травма, она не мой пациент. У меня этот пациент ребёнок, который пришёл, у него расстройство пищевого поведения. И вот вы представляете, а как вот это вот рулить, вот как? Без того, чтобы попасть вот в ту ещё историю, и ещё в архетипическую историю, и ещё в регресс, туда, где случилось зачатие, в момент, когда соединились клеточки. И появилась эта трубочка – связь матери и ребёнка, связь мира и ребёнка. Аллегорически мы можем понять, что это ещё и связь души и божественной, души и высшего. Понимаете, о чём речь? Для продвинутых пользователей. Что ж делать-то? Вот он покинут, вот у него началась ерунда с едой, непонятная, с алкоголем, с наслаждением. И ребёнок, который носит вино, это часто мазохист, и он будет искать себя в БДСМе, он будет там наслаждаться, он там будет открываться, он будет счастлив, он будет говорить, ну почему, ну зачем мне это решать, если нашёлся тот, кто меня будет, хотела сказать нецензурно, давать мне люлей, и я буду счастлив, я буду расслабляться, потому что такой язык любви мне понятен, и этот сценарий я уже проходил дома. Или это будет такая госпожа, которая, опять же, снежная королева, она будет меня игнорить и ставить ни во что. Вот он, вот он, да, все услышали. Чего делать специалистам? Работать с внутренним ребёнком. И здесь вы не объедете гештальт, вы не объедете родовые программы и расстановки, вы не объедете нашу ситуацию в стране, вы не сможете пролечить, пока не пролечена эта архетипическая травма в данном конкретном субъекте. Биодинамически, опять же, в регрессии находим ресурс, работаем с золотым эмбрионом, работаем с коррекцией во вселенском нейтроме всех взаимоотношений субъекта, обязательно пуповину и диафрагму. Вот этого набора будет выше крыши для начала. Главное, чтобы человек хотел, чтобы ему было легче. Чтобы он осознавал хотя бы, что что-то здесь не так. Так, почему я ем всё время? Или почему я вообще ничего не ем? Это другой вопрос. Это поле, то же самое, вот две стороны одной монетки. Так вот, покинутый ребёнок, который не может взять ничего, никакой эмоции у матери, а мир, мир, соответственно, это мать, и мать это мир, в нём такая формируется чернота, это чёрная дыра, которую не накормить, это прорва. Её не накормить, услышьте меня. То, что было в базе, не дадя нам, сейчас постфакту не набрать. Не набрать. Это можно подкорректировать в регресс. Когда мы уходим в регресс, и там формируем информацию. Меняется информация во вселенском нейтре, в работе с пуповинной травмой. Там. Там коррекция происходит. А не так, как пихать сюда нимфоманию, булимию, мазохизм и так далее. Всё вот это. Не накормить. Потому что это будет хотеть есть всё время. Хотеть есть. Дай мне, дай. И дай тем языком, которым давала мать. Каким? Тумаками и критикой. И партнёра такого же может выбрать человек, который будет давать люлей. И он будет говорить, ну вот, всё уж хорошо. Ну, я же не заслуживаю ничего больше. А внутри будет, да, тем же критиканом. Потому что это нарциссический, вот этот укол, ядовитый укол нарцисса. Или же проработать всё-таки. Стабилизировать эту систему. И выйти на новый уровень. Освободиться. Работа с внутренним ребёнком. Дать состояние безопасности. Дать уверенность. Уверенность в сегодняшнем дне. Я в безопасности. Ресурса хватит. Я в безопасности. Ресурса хватит всем. Мне не нужно бороться за этот ресурс. Я могу взять его в любой момент. Мои потребности будут услышаны и реализованы. Мои потребности будут услышаны и реализованы в любой момент. Наилучшим доступным образом во благо всех существующих на этой планете. Или во всех мирах. Слышите мне? Тревога. А сейчас мы сделаем упражнение. Отвлечёмся немножко от информации. Её много. Подышим. Давайте-ка найдём в теле. Можно глазки закрыть. Глазки закрыли. И давайте найдём. Подышали на вдохе. И на выдохе цы. И находим место, где в теле спрятана тревога. Можно даже потрогать это место. Взять его пальчиками. Дотронуться. Акцентировать внимание на тревогу. Где тревога? Нашли. И прежде чем делать следующие манипуляции упражнений, какая бы ни была она внешне, с иголками, непонятная кракозябла, вот всё что-то такое страшное, бесформенное, мы через пальцы рук туда посылаем любовь свою. Вот весь ресурс, который есть. Представляете, как под вашими пальцами тает эта тревога? От того запаса любви, который вы аккумулировали, в вас он есть. Это тревога таяет. Дышим на вдохе и на выдохе цы. Дышим. Дышим в эту точку, в эту зону, в тревогу дышим, пока она, эта зона, не просветлеет и не перестанет быть для вас актуальной. Вы это упражнение можете делать в любой момент, когда чувствуете тревогу. Просто найдите тревогу в теле. Тело с вами разговаривает. В теле есть всё. Переведите свою эмоцию и чувствование на телесный план. Найдите тревогу и продышите тревогу. Чувствуйте, как через ваши пальчики проходит любовь. И растворяет этот яд, тревожный яд. Убирает на выдохе совсем даже каждый атом тревоги. И он сгорает в вашем теле. Сгорает в вашем тонком теле. Выводится из тела плотного и в тонком сгорает. На вдохе и на выдохе цы. Продышали. Продышали. Молодцы. А теперь обратим внутренний взор внутрь своего тела и найдем там пространство любви. Вот где в вашем теле есть пространство любви. Акцентируем пальчиками. Находим эту любовь. Она выглядит у вас как солнышко. Представьте солнышко. Яркое и цветущее. И на вдохе и выдохе это солнышко растет. И заполняет все тело целиком. На вдохе и на выдохе цы. И вот уже не осталось даже того намека на тревогу. Вы стали дышать спокойнее. Дыхание ровное, свободное. Нет напряжения в теле. Постепенно раскрываются все мышечные зажимы. Это упражнение можно делать в течение дня столько раз, сколько вам потребуется. И в моменты тревоги, в моменты приступа определенного, если вдруг вас тянет к идее, тянет совершить что-то по вашей программе разрушения, не корректированной пока еще, вы берете и пока себе помогаете именно так. Продышать тревогу. И подышать счастье и любовь. Акцентируя внимание на том, как раскрывается солнце по всему вашему телу. Потрясающая практика. И она проста. Сейчас, пожалуйста, подышите немножко. И мы вернемся для того, чтобы продолжить. И так самое главное в коррекции таких тревожных состояний дать базу безопасности. Дать базу безопасности. Найти ее в регрессии. Найти ее далеко за пределами войн. Далеко за пределами агрессии. Если была травма механическая. Это родовая травма. Это всевозможные падения. Есть особенно грудопоясничный переход. То здесь, конечно же, мы работаем на коррекции первичной пищевой трубки, вегетативной системы, симпатики, парасимпатики. Всех уровнях висцеры, эндокринные оси, краниальные спазмы снимаем. Первостепенно расслабляем ТМО. Выбираем психоэмоциональный стресс. Это я говорю для коллег. Напомните, что мы делаем. Очень важно изменить отношение к смерти. К этому архетипу. Относиться к этому архетипу как к переходному состоянию в новое начало. В новое начало. Переходное состояние. Относиться с уважением и почтением к тому, что все, что здесь произошло, было лишь подготовкой для того, чтобы я перерождаюсь дальше. То есть у нас процесс никакого завершения нет. Относиться к травме как к ресурсу, который вас создавал. Это ваша сила ответить на себе на вопрос «А что меня насыщает, кроме еды?» Алкоголя и секса. Какие еще есть в мире наслаждения? Может быть, это беседы с человеком? Может быть, это хороший фильм? Это книга? Когда вы испытываете острую потребность что-то съесть. Вот есть такая потребность. Вы берете, к примеру, давайте так, конфета. Вы начинаете диалог. Вы берете конфету, вы вдыхаете запах, аромат. И говорите «А хочу ли я это съесть на самом деле?» Что я хочу? Насладиться, чтобы это стало частью меня? Почему я этого хочу? Чего мне не хватает? Какая у этой конфеты форма? Какого она состава? И начинаете предполагать, что здесь какао-бабы, здесь какой-то эмульгатор, эмульгатор, здесь орешек такой-то, здесь миндаль, здесь вот это, вероятно, есть еще вот это. Рассказывайте себе об этом предмете. А какой запах? На что же похоже? Вы с собой должны разговаривать. И давать детализацию. Возможно, даже вам будет интересно, кто мог приготовить или придумать этот рецепт. А хотел бы я вообще с таким человеком пообщаться. Интересно, о чем он думает, когда готовит? Когда вы снимаете акцент с поглощением на процесс мыслительный. И детализируете этот процесс. Вы можете даже забыть, что хотели это съесть. По большей части вам не хватало забот, любви, внимания в тот момент. В виде вот такого наслаждения, вкусом. В виде того, чтобы ваши гормончики выработали серотонин. Вернее, ваши органы выработали серотонин. Вам стало хорошо. Можно выработать акцент с инкарем, когда обнимаешь кого-то. Я понимаю, что сейчас, возможно, не у всех есть тот, кого хочется обнять. Но это работает тоже, ребята. Как я могу себя еще успокоить, насладить? И чего я хочу на самом деле? На самом деле чего я хочу? Это если кто-то очень много чего-то есть. Хочет съесть в конкретный момент. Или же встать и продышаться. Продышаться обязательно надо. Можно просто подышать ладоши. Успокоиться. Другая сторона медали – это когда человек перестает есть. Перестает есть. Это тоже самое расстройство. Только другая сторона. А может быть даже и два в одну. Сегодня он ел-ел-ел-ел-ел, пошел к его. Вырвал или он спровоцировал рвоту. И больше не хочет есть. И не ест. Понимаете, о чем речь? А здесь уже сложнее. Здесь уже программа саморазрушения включается от обратного. Человек не хочет здесь быть. У него настолько сильный внутренний конфликт, что он не хочет продолжать здесь жить. Все, что касается вот этих вот визуальных примеров, идеальных форм, это наслаивается на первичный внутренний конфликт. Это только усугубляет, но никогда не является причиной. Это просто лишь катализатор. Все мы знаем, что разнообразие форм на земле огромное. Но даже если в интуитиве посмотреть, там есть деление на Доши, да, там, Кита Вата Капха. Есть деление на средний, средний, плотный и останичный. Все разные нельзя подогнать под одно. Но вы должны просто чувствовать, что вам идет и что вам хорошо. Мерилом здесь будет хорошо перевариваемая пища вами. Неважно какая. Вот какую хочется, она вами переваривается. Это может быть и невегетарианская мина. Это может быть и птица. Это все, как вам хочется, что просит ваше тело. Если вы хотите, и это вам идет, вы перевариваете легко ваш продукт. Другого никакого берила нет. Понимаете? И тогда мы начинаем такого человека, который перестает кушать, потихонечку знакомить с едой. Да, где-то очень многих людей засела информация, что многое вредно. А вот сейчас подумайте, да? Многое вредно. Потому что все есть информация. И травма есть информация. 27 секунд осталось, я завершу, но я включусь снова. Я и продолжу этот эфир. Мне нужно договорить. У меня записывается экран, поэтому информация-то останется. Ребята, не уходите. Я включил даже микрофон. Я думаю, что у меня все запишется. Не уходите, нам чуть-чуть осталось. Продолжение следует... 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 привет привет мы продолжим дальше говорить о расстройстве пищевого поведения и мы говорили здесь об анорексии же о том человека который не кушает здесь достаточно глубинный конфликт какой-то сидит в человеке это может быть опять же убираться в страх смерти к примеру человек мог потерять кого-то близкого либо страх изменения своей формы то есть опять же страх изменение формы то есть я взрослею и я соответственно были приближая свой конец я приближаю свой конец я меняюсь я умру я потеряюсь и уже дальше на нахлёстывается вот я не соответствую этой форме вот я не такая красивая как в журнале тараната тараната но это опять же копайте маму а мама это бабуля а бабуля это там 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 и везде вы найдете вы найдете программы разрушения опять же вредно есть вредно есть это информационный такой блог который лежит у человека голове это еда вредная картошка жареная вредная вредная картошка жареных все совершенно вредное невозможно везти Понимаете, как думает такой человек, а потом становится бредно вообще все, и он не видит, да, что он меняется, что он совершенно теряется, и нужно найти его конфликт и помочь ему выползти из конфликта, выйти из конфликта. Здесь должен работать, конечно же, профессионал. Что делать, если дома такой человек? Во-первых, обратиться к профессионалу. Это может быть психолог, это может быть и телесник, это может быть и остеопат, и биодинамист, и психоаналитик, как угодно. Не бывает неработающего метода. Усвойте сейчас. Есть просто метод, который подходит вам, потому что он ближе вам из-за сигнальной системы. Это те символы, на которых вы разговариваете. Это просто ваша языковая система. Метод будет работать тот, на котором разговариваете вы, на таком языке. Не бывает специалиста, который не помогает вообще, он просто может не помочь вам, но вам поможет другой, тот, который вам близок по вашей сигнальной системе, по вашей информационно-метаболистической системе. Понимаете меня? Все методы хороши, все мастера хороши, просто нужно найти свое. С этим человеком все понятно. Ему плохо, ему нужно будет оказать медицинскую помощь, в том числе, если он давно не кушает, и обязательно разговаривать, обязательно должен быть специалист, который подкорректирует этот конфликт. Найдет его и устранит. Но, как бы не хотел специалист, какая бы не рабочая была система, если человек сам не хочет, мы бессильны. 80% бессильны. Давайте сделаем другой сценарий. Вот все хорошо, и человек работает. И здесь мы начинаем его ознакомить с видой. И я опять же советую перенести вектор на сенсорику. То есть вы должны немножко уходить от поглощения наслаждения до тактилки. Все есть в теле, все есть в теле. И также еда обладает тоже какими-то ощущениями. Вы должны с ней познакомиться тактильно. Помните, как в саду. Мы моторику развивали и трогали крупы, горошек, рис. От этого какая ладошка? И это то, что я кушаю тоже. Это то, что меня делает мной, дает мне силы жить. Знакомиться с едой с других позиций. Окольным путем не на вкус, а на какой-то другой эстетический взор. Возможно, на тюрьморты смотреть. Возможно, трогать и ходить на рынок и вдыхать специи, знакомиться со специями. Понимаете? Познать это разнообразие, но при этом насладиться не вкушая. Можно просто ароматом, потому что по большей части вам нужна ваша сигнальная система, хочет носом, носом вкушать. Почувствовать вкус. От скудости вкуса наступает вот такая вот ломка, то, что хочется чего-то. Эндорфинчиков каких-то, от шоколадки, от сладкого, еще чего-то. И в итоге в глубине все равно лежит момент тревоги. Я сейчас наемся и успокоюсь. Мой желудок будет переваривать пищу, и мне не надо будет думать, потому что все мои мысли будут заняты там, перевариванием. Я расслаблюсь и буду спать. Я расслаблюсь и буду спать. Мой процесс будет занят пищеварением. Дальше. Дать ощущение безопасности, что еда безопасна, и она пригодна для меня. И естественным путем мое тело меняется под разного рода задачи. И мой вес тоже меняется под разного рода задачи. Очень часто люди с лишним весом, которых я встречала на практиках, которые приходили ко мне и пациентами являлись, защищали себя. Наращивали себе массу, чтобы защититься, расширить свои внутренние границы. Стоило этим людям уйти из конфликта в семье, развестись, уйти от критикующего родителя, создать свою семью, заняться спортом, уйти в саморазвитие. У них просто резко падал вес. Без диет. Потому что душа была спокойна, не надо было заедать, не надо было наращивать массу и защищаться от конфликта. Ждать, что человек тебе может ударить, например, да, а я не могу ответить, потому что у меня маленький вес. Либо другой момент. Психологически он хочет укорениться и наращивает вес, чтобы быть весомым и значимым в этом обществе. Потому что по-другому никак на меня смотрят сквозь меня, да. Я прозрачный пергамент, никто меня не замечает. И начинается вес набираться. Опять же, еще раз говорю, это только психосоматические вещи. А добавьте сюда какую-то травму первичной трубки, травму механическую в позвонках, в нервной системе, в висцеральных органах, во всем. То это все будет усугубляться. И наша задача постепенно, как комочек. Представляете, какая многоплановая, многоуровневая работа происходит у человека, который работает в телесной сфере, но при этом обладает психологическим образованием. Оно помогает найти процесс формирования этой травмы. Будь то архетипический страх смерти от голода и наслойный травм отвергнутого, травм нарцисса и масса других комплексов, которые формируют потом неадекватную позицию, неадекватные взаимоотношения с самим собой и с миром. Еда – это мир. Она поступает в меня, но она же и я, потому что она становится мной, частью меня. А разрешаю ли я себе быть собой? Какие у меня сейчас стоят задачи, если я хочу родить ребенка, но при этом я ничего не ем, соответственно, все, о чем я буду думать. То есть моя гормональная система не понимает, что нужно вырабатывать достаточное количество гормонов, что я должна быть фертильной, не готово место для зачатия. Я не смогу забеременеть. Как комфортно вам? У вас другие задачи, вы собираетесь заниматься спортом, жить в Майами, вам нужна стройность? Пожалуйста. Здесь речь идет не о контролинге, не о контролинге, не о запирании вашего холодильника и заклеивании скотчем рта. Нет. Здесь речь идет об адекватности вашей и о том, чтобы найти внутренний конфликт и избавить себя от внутреннего конфликта. Опять же, если это лежит, вот давайте так, 99,9 это мама. Это мама. Там еще до кучи учителя будут того же пола, который ранил сначала. До кучи будет еще масса всех, но это будет мама. Опять же, не надо маму лечить, маму оставьте, пожалуйста, в покое. С ее системой нужно общаться с вами, потому что у вас эта проблема. Вы пришли, у вас конфликт. И мы будем с вами общаться, с вами работать, с вашей личной историей. И уж какие там кролики из цилиндров я буду доставать, это моя задача. Ваша задача помочь самому себе, когда вы увидели этот конфликт и поняли, что же я могу себе это сделать. Ну да, продышаться, хотя бы понять, что он есть, хотя бы поговорить с продуктом. Да, да, как Алиса это Пудинг, Пудинг это Алиса. Да, как же можно есть того, с кем только сейчас познакомился. Для тех, кто любит потреблять. Наслаждение не там лежит. Всего должно быть в миру. И у вас эта мера есть, мои хорошие, любимые, дорогие мои. Услышьте, хотите себе приятности, налейте ванну, примите теплую ванну. Как только вы себя ловите на том, что вам нужно что-то поглотить, вам нужна материнская любовь. В этот момент, боже ты мой, но она не может вам это дать. Может быть она уже не здесь, может быть она уже покинула этот мир. И даже если покинула, мы все равно можем наладить отношения ваши через биодинамику и регрессию. Просто сценарий поменяется. И вы будете, как звездочка во вселенной, давать другую информацию себе. Понимаете, это чудо какое. Новое, и мы этим обладаем сейчас. Сейчас такой век новый, который может переписать историю. Когда мне говорят, боже мой, ну тогда что же мы будем делать, дорогие мои? Может быть это как бы там вне законов Бога и Божественного? Если это уже есть, как это может быть вне закона? Оно бы не существовало тогда. И поверьте мне, те, кто доходит до таких специалистов и действительно работает над собой, их мало, их единицы, но они есть. И радуется сердце, что человеку становится легче. Радуется сердце, что он начинает жить, наконец-то жить своей жизнью. Дальше нужно ответить себе на вопросы, безопасно ли мое пространство? А безопасно ли мое окружение и безопасно ли мое пространство? И что дает мне состояние безопасности? Как я могу это получить сейчас, здесь и сейчас? Безопасность. Закуклиться сплетом? Почитать книжку? Выключить все гаджеты? Окей. Я могу это сделать сейчас для себя, для себя. Только я могу для себя. Я себя лучше знаю, я понимаю себя. И мой внутренний ребенок, с которым мы тоже продолжаем работать, находим его внутри и успокаиваем. Потому что вы уже выросли. Даже то, что вы выросли, вы выжили в этой ситуации внутреннего конфликта, допилили. И уже хороший бонус. Вы можете ему об этом сказать. Успокойся, маленький мой Женя. Успокойся, маленькая Лана. Успокойся, маленькая Таня. Ты стала прекрасной девочкой, прекрасным мальчиком. Ты живешь. Ты здесь. Ты смог. И это наша победа. И нас сделали наши травмы. И я поэтому сильная. А вы говорите о еде, о любви. Все о любви. Еще хотелось тут сказать, я себе написала. Вот те, кто страдает очень сильно от критики матери вашей, да? Критика родителя. Вот, мои дорогие, я хочу, чтобы вы сейчас услышали, что это крик ее о помощи. Она критикует не вас. Вы, вы, это ее отражение нелюбви к себе. Так вышло. Но лечить маму не надо. Вы любите ее. Просто понимаете, что происходит, какой механизм. Она недовольна собой. Себя не любит человек. Ей тоже не хватало любви, дамы. Я не оправдываю сейчас, нет. Но не она, а мы, пацаны. Вы сейчас это смотрите. Если у вас сложные отношения с родителями, так обычно бывает. Мы и выбираем, и не выбираем родителей. Понимаете? Вот так, так задумано. Ну, проплачьте вы это. Белугой, прям белугой, прям вот проплачьте. Прям проплачьте. Обычно вот у меня тоже на кушетке все вскрывается и плачем. И это хорошо, потому что многие даже забыли, как плакать. Потому что они в заморозке, они по тому сценарию шли. Сценарию этой снежной королевы нарциссы. Понимаете? О том, что напряжение в мире, о конечности ресурса, я уже сказала. То есть, конечность – конечный ресурс, поэтому все вредно есть. И это вредно, и это вредно, и это вредно, и это вредно. Конечность ресурса. С одной стороны, все-все-все помрем, мы и так умрем. Все. Вопрос как, в каком возрасте и в каком настроении. А ресурсов хватит всем. У вас есть грядочка. И у вас есть грядочка. И здесь можно морковку посадить. Чтобы понять вообще, какой мне вкус нужен, ребенок, который был отвергнутый, не понимает о себе ничего и о себе ничего не знает. Ну, давайте так. Можно такой практикум придумать. Знакомиться с едой без соли и без сахара. То есть, самим продуктом. Просто морковка. Какая она? Попробовали, да? Без спец, без всего просто. А картофель? Какой он? Ух ты, как интересно, да? Исследуйте. Исследуйте продукты. Исследуйте. Не нужно бросать в эту топку конфликтов все. Мы уже говорили, что мы нашли его конфликт. И будем работать. Это работает со специалистом. Ну, потому что есть проводник, который проходил через это, который имеет опыт. Проходил, проводил и учился. И он знает, у него компетенция есть. Он знает, как это тяжело. А вы дома тоже делаете. Вы без соли, без сахара попробовали продукты. Вы попробовали тактильные, да? Вы попробовали их на запах. Вы попробовали придумать, а кто же это вырастил? Для меня чай. Вот этот собирал какой-то там интиский мужчина. Интересно, на нем были клавки или не были? То есть, вот ваша фантазия, она творит чудеса. И вы уже забыли о том, что вам надо вот эту черную дыру обязательно заполнить, да? Кто смотрел фильм «Нимфоманка», обязательно его посмотрите, потому что, скорее всего, в клубе мы будем с вами обсуждать. Да, кстати, я делала анонс, что у меня собирается клубная работа за донейшн. Будет занятие каждую субботу, скорее всего. Так как люди будут из разных регионов, то это будет не поздно. Это будет в 3 часа где-то. Мы будем в зуме встречаться. Кому интересно, пишите в директ, пока вы как бы успеете еще. Я дам информацию. Дальше. Ну, подышать, да, я сказала, как подышать. По 10 вдохов, 10 выдохов. Можно, когда вам очень страшно и очень хочется есть, попить водичку потихоньку. Горяченькую лучше. Горяченькую, потому что будете потихоньку бить. Сразу не обожгитесь, пожалуйста. Потихонечку, глотками мелкими. Еще такой классный метод, который позволит вам управлять своим пищевым поведением, это готовка. Если вы любите готовить, вы поймете, что наслаждаться можно, и не кушая, а вот все это творя, вот творя вот это вот блюдо какое-нибудь. А еще и сервировать, если красиво, на красивую тарелку, ту, которая вам нравится. Ну, конечно же, все мы готовим и все пробуем в процессе. И уже наелись, уже в процессе наелись. Но придумайте так, что если у вас будет процесс приготовления, а не готовая еда, которую можно в доступности купить и сразу съесть, быстрее съесть. Понимаете? Это будет процесс, а процесс вот этот вот, все-таки он длительный по времени. И в нем вы тоже можете изучать еду, изучать себя, как у вас с ней складывается. А что это такое вообще? Боже мой, да, как в первом классе. Помните, такие наборы были? Монетки вырезали, азбука была. Вот это похоже, это конструктор. Пусть вам будет интересно и весело это делать. Но это я уже говорю тем, кто уберет свой внутренний конфликт. И если было механическое повреждение, мы его уже убрали, у вас остались только последующие. И вообще вот с травмой поработали уже, и уже хорошо все. Вы меня слышите, да? То скажут, что чумачащая тетка такие рецептики нам дает в процессе паники. Ничего подобного, в панике другого я вам дам. Так, разные типы информации, разные типы тела, я сказала, да? И комфорт – это не какая-то усредненная норма, а это тот вид продукта. Это форма, в которой подается, которая вам удобно варима и вами переваривается. Это то, что вам нужно. Хочется сейчас, елки-палки, съесть что-то. Почуть-чуть. Ой, взяла, попробую. Вам вкочется забота о себе, любви и вкуса. И чтобы ваша эндокринная система выработала тот гормон радости, наслаждения, который вы хотите сейчас. В большей степени хотите что-то съесть, ну идите обнимите любимого человека, если он вас есть. Если нет, ну срочно найдите его. Ну мы об отношениях поговорим еще, как его найти, как его любить, и как вообще-то. Это же такая классная вещь. Но прежде чем его искать, ведь надо же было внутренний конфликт убрать, понимаете? Это все логично, все идет как бы своим чередом. Про клуб я сказала. Все, кому интересно, мне пишите. Так, говорите себе, что всего достаточно всегда. Я в безопасности, все в полном божественном порядке. Всего всем хватит. Сейчас еще сделаю такую практику с вами. Небольшую. По-моему, я уже вот все сказала. Как вам наш разговор? Вы там не уснули? Сейчас пробегусь. Я готовить. Интересно было? Я очень рада. Но эта тема всех волнует, понимаете? Понимаете? Когда говорят, вот есть страшно, будет страшно, все, пошел страх, страх, страх. Ребятушки мои, страх – это не там. Это не об этом страх. Это программа самореализации. Программа самоуничтожения работает. Вредоносная программа, которая, опять же, может быть, даже… О, вот о чем я еще не сказала. Круто, круто, что вот сейчас зашла такая вещь. Представьте, вот как гештальтеры работают, да? То есть, был какой-то конфликт, и этот конфликт не был решен. И один из участников этого конфликта, он просто покинул тело, он умер. Дорогие мои, вот это тело, которое умер, но вот этот дух, вот этот вот противник, вот этот вот соперник, или же враг, враг назовем его, да, условно, он попадает в структуру рода вашего. Вашего, вот он, не зная, как тут он, раз, бац, и помер. А конфликт не решили. И вот эта вот штука может выплывать. Выплывать, понимаете? Так же, как… И это нужно в гештальте закрывать. Так же, как… Это родовые вещи, такие глубокие вещи. Так же, как если до вас у мамы были аборты. Душа, она не… Информация, она не считывается, она… Вот убили, да, ушел, ликвидировали это тело. А в систему рода ребенка не включили. И следующий ребенок будет как будто мертвый. Он считывает информацию того. То есть ему не дают жизнь, ему не дают витальности вообще. И тут какая вещь, как это? Принять в свой род, принять в то пространство родовое, и принять его как член семьи, да, такое. Был, был, да, да, так случилось. Молиться. В какой религии вы находитесь, в своей конфессии вы молитесь, отплываете там или что-то. Вы должны покаяться. Мало, мало. А вы уже будете чувствовать вообще, как будто бы у вас просто с плеч ушла тяжесть. И, конечно же, коррекция бубовинной травмы, коррекция диафрагмы, эмбриональные вот эти вот моменты, которые в биодинамике мы делаем, это чудесные методы. И их можно делать даже дистанционно. Даже дистанционно. Представляете? Вот так. Давайте сейчас настроимся на... Продолжение следует...